Всем привет, в этом видео я покажу как отобразить и изменить расширение файлов Windows 7, 8 и 10. По умолчанию Windows не показывает расширение файлов. Это не всегда удобно, так как порой возникает необходимость изменить расширение или попросту его увидеть. Ведь файлы с разным расширением могут иметь похожие иконки. И более того, существуют вирусы, эффективность распространения которых во многом зависит от того, видны ли расширения файлов. Видео о том, как удалить с компьютера троянскую программу, вирус Keylogger или любой другой тип вирусов или вредоносных программ смотрите на нашем канале по ссылке в описании. Чтобы отобразить расширение файлов в Windows 7, перейдите в панель управления – Параметры папок – Вид. Найдите пункт «Скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов» и уберите галочку напротив него. Применить. ОК. После этого расширения всех файлов будут отображены на вашем ПК. В Windows 8 и 10 данный способ также актуален. Только в панели управления нужно выбрать меню «Параметры проводника» вместо «Параметры папок». В Windows 8 и 10 меню «Параметры проводника» можно также открыть из файлового менеджера. Для этого откройте любую папку. Выберите файл. Изменить параметры папок и поиска. Далее уберите галочку напротив уже описанного пункта. Или выберите «Вид», «Параметры», «Изменить параметры папок и поиска». Далее в том же порядке. Но в Windows 8 и 10 можно отобразить или скрыть расширение файлов намного проще, не используя меню «Параметры папок». Для этого откройте любую папку. Перейдите в закладку «Вид». Под разделе закладки «Показать или скрыть» поставьте галочку напротив пункта меню «Расширение имён файлов». Как видите, когда я ставлю такую галочку, расширения файлов появляются. Убираю – пропадают. Всё просто. С отображением расширения разобрались. Но в некоторых случаях требуется изменить расширение файла. Как это сделать? Если речь идёт о необходимости изменения расширения файла, оба из которых – существующее и то, на которое необходимо изменить – создаются одним приложением, то изменить его можно с помощью самого приложения. Если проще – просто пересохранить с другим расширением. Например, есть .docx файл, расширение которого необходимо изменить на .rtf. Оба расширения файлов поддерживается Microsoft Word. Чтобы изменить расширение, откройте нужный файл с помощью Microsoft Word. И выберите файл. Сохранить как. Обзор. В всплывающем меню строки «Тип файла» программа даёт возможность выбрать желаемое расширение файла для сохранения. Находим в списке .rtf. Сохранить. Как видим, у нас появился точно такой же файл, только с другим расширением. Чтобы изменить расширение файла вручную или если на вашем ПК не установлено приложение, с помощью которого можно прочесть или пересохранить нужный файл, кликните по нужному файлу правой кнопкой мыши и выберите переименовать. Или выделите нужный файл и нажмите клавишу F2. После этого вручную удалите ненужное расширение. И впишите то, которое вам необходимо. После нажатия клавиши Enter система предупредит, что в результате изменения расширения файла он может стать недоступным. Подтвердите изменение расширения. В случае если файл таки станет нечитаемым, его расширение можно изменить в обратном порядке таким же способом. Если по какой-то причине возникла необходимость изменить расширение одновременно нескольких файлов определённого формата в данной папке, то сделать это можно с помощью командной строки. Ссылка на видео о командной строке есть в описании. Для этого перейдите в папку, в которой расположены файлы, расширения которых нужно изменить. Введите в адресную строку проводника CMD и нажмите Enter. Введите в командной строке команду REN DOCX TXT. Это если необходимо изменить DOCX файлы в TXT. Как видим расширение всех файлов папки формата DOCX стали TXT файлами. Таким образом можно изменить расширение файлов любого формата. На этом всё, ставьте под видео лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр, удачи!